В небольшом зале администрации шумно. Люди, объединенные общей идеей помогать другим, собрались на церемонии награждения. Сказать спасибо членам волонтерского корпуса пришел глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. Он отметил, что работа добровольцев в период пандемии также важна, как и работа скорой помощи. Дойти до человека я абсолютно не понимаю, в каком состоянии он находится. И не в этих вот спецкостюмах, которые были, а вот по сути глаза в глаза, прикасаясь, а понимая, что этот человек может быть безвыходным, в ситуации он может кушать завтра, или лекарства, или все. Каждому из вас спасибо. На церемонии присутствовало 22 добровольца. Первые, кому пришли награды из области, от губернатора и министра социальных коммуникаций. Всего по официальным спискам в волонтерском корпусе состоит 151 человек. На самом деле добровольцев гораздо больше, и благодарность дойдет до каждого. Для Татьяны Славко это был первый опыт волонтерства. Было непросто, но без необходимой помощи оставить пожилых людей она не могла. А работа в большой команде единомышленников оставила свой след в памяти. Любой человек может надеяться на помощь. Неважно, от государства она придет, от человека, он в беде не останется в нашей стране. Волонтерский корпус был организован в марте на базе общественной палаты. Его члены сразу начали активную работу. Развозили продукты и медикаменты, формировали специальные наборы, общались с теми, кому была необходима помощь. Изначально занимавшийся волонтерством Григорий Авдеев с увеличением числа добровольцев взял на себя обязанности по координации работы корпуса. Постоянно на ногах была и Светлана Лобанова, которая по зову сердца бросилась на помощь пожилым людям. Сейчас она продолжает общаться со своими подопечными. Это тяжело было так в маске, так далеко до полтора метра друг от друга. Но сейчас мы уже можем обняться. И я думаю, что мы долго с ними еще до конца будем. В тесной связи с волонтерским корпусом работал и Совет депутатов Ленинского городского округа. Его член Павел Русаков создал движение «Один за всех и все за одного», добровольцы которого также оказывали адресную помощь жителям и формировали продуктовые наборы. Мы не закрываем эту историю, мы не останавливаемся, мы будем двигаться дальше. Просто продумываем, какие акции можно сейчас, вот уже, скажем так, в период постпандемический, что-то сделать интересное для людей, помочь, как-то оказать помощь, потому что нуждающихся в помощи меньше не становится. На территории Ленинского городского округа в период самоизоляции активно работало более 150 добровольцев. И благодарность дойдет до каждого.